Эфир телеканала РБК продолжает региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. В студии Равиль Батолин. Здравствуйте. Итак, власти региона ожидают выполнения целей национальных проектов в Башкортостане к концу этого года. Об этом на специальном совещании заявил Ради Хабиров. Одной из тем встречи стало противодействие коррупции и другим нарушениям при реализации национальных и федеральных проектов. В совещании приняли участие руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, профильных министерств. Основное внимание уделили расходам на здравоохранение и образование. С докладом выступили министры. Речь в частности шла о строительстве новых больниц и поликлиник, а также модернизации школ по президентской программе. Сейчас в рамках национальных проектов у нас реализуются 47 региональных проектов. В целом мы ожидаем достижения целевых показателей по ним. Там, где имеются риски и недостижения, прошу членов правительства принять необходимые меры. По поручению президента страны мы продолжаем мониторинг правонарушений при реализации национальных проектов. Наши правоохранительные, контрольные и надзорные органы выявляют факты нарушения сроков строительства объектов, оснащения их оборудованием, непринятия госзаказчиками, мер гражданской правовой ответственности к недобросовестным исполнителям госконтрактов. Ну и всего же на реализацию региональных проектов в 2023 году направили почти 40 миллиардов рублей, в том числе 24 миллиарда из федерального бюджета. Муфи объявили новый конкурс по выбору подрядчика для реконструкции существующих зданий Республиканского кардиоцентра. На завершение объекта выделят до 925 миллионов рублей. Заказчик – это Управление капитального строительства Республики. Исполнители работ должны выбрать 22 августа. Контракт с предыдущим генподрядчиком уфимской фирмой СУ-10 был расторгнут в мае 2023 года по соглашению сторон. Компания должна была сдать работы в октябре 2022 года, но не уложилась срок. К осенью прошлого года Управление капстроительства направило генподрядчику претензию с требованием 8,5 миллионов рублей штрафа и пени за сорванные сроки. Однако впоследствии заказчик отказался от претензии, удовлетворившись объяснениями компании. В Минстрое Башкортостана затянувшуюся устройку объяснили влиянием пандемии коронавируса, санкции и подорожанием стройматериалов. Но и по данным ведомства, в ходе выполнения проекта пришлось менять часть оборудования, которое не смогли поставить из недружественных стран. Госдолг аграриям Башкортостана за прошлый год составил 2,5 миллиарда рублей. Такую сумму не получили сельхозтоваропроизводители в качестве компенсации за покупку техники и минеральных удобрений. Вопросы поддержки агропромышленного комплекса обсудили на оперативном совещании в правительстве региона. Так, за последние пять лет общий объем господдержки агрария в республике составил порядка 42 миллиардов рублей, в том числе 17 миллиардов из регионального бюджета. Ну и почти 60% средств, выделенных из башкирской казны, направили на возмещение затрат, на покупку сельхозмашин, оборудования и минеральных удобрений, а также приобрели более 15 тысяч единиц техники на 48 миллиардов рублей. Однако, темпы обновления технической базы остаются недостаточными для того, чтобы обеспечить нормативные показатели, отметил глава Кабмина. Вот, например, нагрузка на комбайн при обмолоте зерновых культур в среднем по республике составляет 440 гектар на комбайн, а средний показатель по стране 384. На трактор фактически нагрузка составляет 225 гектар, а норматив 180 гектар башни. То есть существенно у нас пока загруженность техники выше. Ну и перегруженность сельхозтехники может привести к потере до 30% урожая. Андрей Назаров уручил профильным ведомствам обеспечить сохранение темпов закупки необходимого оборудования для агропромышленного комплекса, а также рассмотреть возможность погашения задолженности перед аграриями республики с прошлого года. Объем компенсации за первое полугодие 2023 года составил почти 2 миллиарда рублей. Образовательный кванториум Благовещенске признан одним из лучших в стране. Об этом стало известно в ходе визита главы региона в муниципалитет. Образовательный центр включает несколько площадок с высокотехнологичным оборудованием. Дети занимаются инженерным прототипированием, моделированием, изучением лазерных систем, знакомятся с последними разработками в области нефтехимии и гуманитарной сферы. Глава республики осмотрел зоны музея и кванториума, город-профессии, хай-тек-цех. Всего занятия бесплатно посещает порядка 500 детей в возрасте от 5 до 18 лет. С ними, кстати, работают 7 педагогов. Здесь у нас шармовная зона. Это одно из направлений детей. Реализация дополнительной оборудовательной программы. Кроме того, они также между перерывами любят посоревноваться. Ну и кванториум создан на средства предприятия ПЛИЭ, входящего в холдинг Сибург. Руководители компании отметили необходимость расширения образовательного центра и подготовки будущих специалистов. Ну и в продолжении темы. Благовещенский Радихабиров посетил и новый башкирский дворик. Территория, прилегающая к 8 многоквартирным домам, находится по улице Социалистической. Ну вот здесь проложили новые асфальтовые дорожки, оборудовали парковки, детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, смонтировали систему освещения, установили малые архитектурные формы. Стоимость работы составит свыше 44 миллионов рублей. Завершение работы запланировано до конца сентября текущего года. Ну, во-первых, улучшаем непосредственно их жизнь. Это и безопасно, и комфортно, и детям, и пожилым, и автоводителям, и автолюбителям, потому что парковки есть. Я точно знаю, что это самая востребованная программа. И на следующий год сейчас будем считать деньги, чтобы увеличить объемы. Ну и напомню, с 2019 по 2022 годы по программе «Башкирские дворики» в Благовещенске отремонтировали 12 дворов на 70 миллионов рублей. Всего же с 2019 года в республике отремонтировали свыше 1000 дворовых территорий. Ну и в завершении выпуска информация о курсах валют, установленной Центробанком на сегодня. Доллар и евро показали разнонаправленную динамику. Американская валюта подорожала на 18 копеек и курс 91 рубль 77 копеек. Курс евро, напротив, снизился на 24 копейки. В итоге 100 рублей 69 копеек. Ну и лучшие обменные курсы к этому часу – покупка и продажа доллара в банке «Финам» за 90 рублей 11 копейка и 92.29. Соответственно, ну и наиболее выгодные предложения по покупке евро также в банке «Финам» за 99 рублей 6 копеек, а по продаже в «Промтрансбанке» за 101 рубль 20 копеек. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с РБК.